Вопросов на повестке дня несколько. Работа мобильных групп по охране труда, эффективность работы комиссий, служб и предприятий по проверке знаний, а также взаимодействие Брестского городского объединения профсоюзов с органами власти и нанимателями по повышению дисциплины, качества условий труда и снижении уровня производственного травматизма. За 2017 год произошло 17 несчастных случаев, два со смертельным исходом. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то 7 случаев произошло в строительной отрасли, 4 на транспорте, 3 в промышленности и 3 произошло несчастных случаев у нас в коммунальном хозяйстве. Сегодня мы рассмотрим каждый случай детально, выработаем определенные меры по дальнейшему, чтобы не допущение этих несчастных случаев и, соответственно, будут сделаны определенные выводы. В обязательном порядке мобильные группы мониторят организации, в которых произошли несчастные случаи со смертельным и тяжелым исходом. Проведено 98 выездов и проверено 194 предприятия. Это строительные площадки и объекты, предприятия деревообрабатывающей и коммунальной отрасли, транспортные организации. Очень активно у нас работает мобильная группа городская по охране труда. За 2017 год мы проверили 194 субъекта хозяйствования. По результатам более 4 тысяч было выявлено нарушений, выданы рекомендации на данные сроки устранения и в дальнейшем отслеживается ситуация, чтобы были эти нарушения устранены. У нас за 2017 год было два случая недопуска мобильной группы. Это предприятие ООО «Браво» и ООО «Зимолета» – швейная фирма. О чем мы письменно за подписью Вадима Васильевича направили письмо, и прокуратура уже применила, призывала. Под пристальным вниманием комиссии – городское жилищно-коммунальное хозяйство. Особое внимание направлено на подготовку и обучение специалистов, отвечающих за охрану труда, а также обеспечение безопасности при организации работ по очистке крыш и карнизов зданий, находящихся на балансе Брестского ЖРЭО от наледи и снега. У нас есть специально обученные для этого люди, которые имеют возраст не мало уже 18 лет, прошедшие обучение, также прошедший инструктаж по технике безопасности, прошедшие медицинские осмотры, как водители грузоподъемных платформ, так и работники. Несмотря на общую положительную динамику, на год 2018-й основные задачи в работе комиссии останутся неизменными. Особый упор будет сделан именно на спецодиазы, на инструктаж, на непрохождение непосредственно профилактических мер, которые позволят в дальнейшем не допускать эти несчастные случаи.